Здравствуйте, дорогие друзья! Я Роман Головин, рад приветствовать всех у себя на канале Здорового Питания. И сегодня хотел с вами поговорить о Здоровом Питании. Что оно из себя представляет? Потому что все говорят, там, здоровый образ жизни, здоровое питание и так далее. И не все понимают, а сегодня есть ряд противников, там, животной пищи, за веганство, вегетарианство, сороедение, фрукторианство и вообще отказ от пищи. Здоровый образ жизни, в частности, здоровое питание, оно основано на понимании физиологии человека, как работает пищеварительная система, сколько раз надо в день питаться, в каком климате вы живете, сколько у вас стрессов, как вы часто и много работаете, какое у вас здоровье, то есть полностью какой образ жизни ведете. То есть от этого нужно уже строить свое питание. А есть люди, которые, значит, стоящий мужчина, да, думают, должен есть много мяса там. Пожалуйста, там, да, на таком питании тоже можно существовать. Вполне качественно, приемлемо, и организм будет здоровым. Если говорить о веганстве, вегетарианстве, можно быть и стать более больным в таком питании, нежели на мясоедении, да, на всеедении. Вы не будете выбирать и следить за качественным питанием. То есть вы идете в магазин, надо себя приучить, читать этикетки, знать, допустим, да, если вы покупаете мясо в магазине, естественно, там оно с антибиотиками, с гормонами там, непонятно, чем кормили. А когда вы идете, покупаете, допустим, мясо у каких-то фермеров частных, у своих друзей, знакомых, когда выращено на органическом питании, да, более-менее, естественном питании, без всяких антибиотиков и гормонов, естественно, такая пища, она меньше оказывает влияние на организм человека. То есть человеческий организм – это как фильтр. И когда вы в течение жизни питаетесь, он засоряется. И чтобы оттянуть этот промежуток времени, да, лучше выглядеть, лучше чувствовать себя, более подвижным до старости быть, чтобы не сковывалось уставы и так далее. Понятно, что есть генетические болезни, есть травмы какие-то и так далее. Там порча какая-то может случиться случайная, я не знаю, там и так далее. То есть все, что угодно может быть. Это тоже можно рассматривать. Конечно, традиционная медицина в это не верит, это все. И многие люди не верят. Но это уже ваши, как говорится, проблемы и незнания. Но это существует. Значит, дальше. Когда идет вегетарианец в магазин, читает пакеты, не считая, о, кокосовое молоко, о, там растительное какое-то молоко, гречневое, там, соевое, другое какое-то молоко, да. И там может быть куча всяких консервантов, да, чтобы это молоко сохранялось, овсяное молоко. Человек каждый день пьет. Значит, из алюминиевой фольги внутри тетер-пак делает алюминиевую фольгу. Естественно, из этой фольги может попадать соль алюминия. Если вы очень много будете пить, там, во-первых, соль алюминия, там, да, там, много сахара, да, непонятно, что за сахар. Может, вообще некачественный этот сахар. Соль, да, то есть, непонятно, что за соль добавленная. Дальше какие-то консерванты, которые там могут присутствовать. То есть, химические элементы. И когда человек постоянно много химии ест, у него образуются язвы, геморрой, гастриты, додениты, колиты и так далее. То есть, убивается нужная микрофлора, атрофируются волоски, которые в кишечнике растут, да, через которых всасывание начинается пища. Многие люди, когда начинают переходить на естественное питание, да, больше растительное питание добавляют, то вот эти волоски, когда они атрофированы, они даже не могут, скажем, впитывать достаточное количество правильной пищи, потому что 30-40% уже атрофировано, отмирание произошло. То есть, нужно время, чтобы они восстановились. И каждый раз, когда вы что-то покупаете, вы должны понимать, что рыба, например, которую вы купили где-то, да, что она не с фермы выращена, не напичкана антибиотиками и так далее. Очень сложно отследить, откуда рыба и так далее. Но все равно есть моменты, когда, да, дикая рыба, что она выловлена, заморожена сразу на корабле и отправлена в Москву, в Московскую область, не знаю, в Киев куда-то, с каких-то морей, неважно. И человек начинает это есть. Естественно, когда человек ест и мясо, и рыбу, то с хороших источников он все равно будет лучше себя чувствовать, нежели человек, который будет все подряд есть, какие-то веганские печенья, непонятно из чего сделан. Всегда смотрите содержание. Надо понимать, что это такое, что написано. Ага, что это такое. Чик в интернет почитали. Так, понятно. Следующие. Два-три раза, десять раз почитали, уже знаете, что внутри, как это влияет все на организм человека. Любая химия, которая там не должна находиться, то есть она плохо влияет. Радно, ладно там раз-два съели, по праздникам, ничего страшного. Но когда планомерно, постоянно, и вам кажется, что вот, вы там не пьете какое-то молоко, обычное из-под коровы, с гормонами, начинаете пить растительное молоко, наоборот, надо пить. Но если есть возможность, лучше самому сделать. То есть освоить, как из орехов, там молоко миндальное сделать, да, как сделать из гречки молоко. Научить бабушку, которая сидит у телевизора, концерты смотрит целый день, научите дедушку, если у вас есть родственники, пускай они вам делают. Чуть-чуть заплатите им денег, заинтересуйте. Сегодня здоровый образ жизни, здоровое питание, оно человеку очень многое дает в этой жизни. То есть вы меньше тратите деньги на лекарства, на больничные, да, то есть вы дееспособные, вы можете более активный образ жизни вести, вам сложнее заболеть, у вас лучше иммунитет, вам меньше спать надо, у вас лучше мозг работает. То есть вот это все, такая длинная цепочка, как бы, да, и естественно вам гораздо приятнее будет, вы сами все лучше будете чувствовать, легкость внутри им будет. И надо время, да, посвятить какое-то время, чтобы понять, что вы едите, как вы едите. То есть на любом питании можно очень качественно жить, даже если вы не собираетесь никогда становиться веганом, вегетарианцем, там, сыроедом, тем более, даже на таком питании можно хорошо есть, там. Не перебарщивать, всегда иметь золотую середину, там, органическими, качественными продуктами стараться питаться и так далее. То есть все вот эти моменты, это можно сделать. Когда вы понимаете, да, что полезно, что, допустим, вместо белой муки пойти там себе зеленые гречки найти, там, да, найти там еще какой-то вид муки качественный, амарантовая мука. Сейчас очень много новых видов муки появляется, есть спрос на это. Те люди, которые питались плохо, они будут питаться плохо, для них это не важно. Те люди, которые хотят интересоваться своим здоровьем, сейчас больше людей появляется, которые йогой интересуются, больше интересуются духовным развитием, питанием качественным, хотят за собой следить и так далее. Не все к этому еще готовы, как бы, да, но это факт. И поэтому вот этой продукции все больше и больше появляется, во многих магазинах есть целые отделы. И надо эти отделы начинать изучать. Понятно, что это не дешево, но на самом деле человеческому организму нужно не так много пищи. Вы должны понимать, что в этом магазине вы одну можете купить, в другом магазине другую продукцию, на рынке что-то третье можете взять. Кто-то живет на севере, ну, там зарплата, естественно, выше, но можно что-то заказывать через интернет, тогда будет привозиться через почту, там, какими-то объемами и так далее. То есть узнавать, кто-то привозит, там, в частном образом продает, в интернете поискать. То есть можно всегда выйти из ситуации и на севере, и за границей, и в России, там, и в Украине, там, по многих местах. То есть было бы желание с чего-то начинать. Пока мы все молодые, нас это не касается, да ладно, все хорошо, там, у меня там организм хороший, там, и так далее. Но со временем человек все равно может заболеть. И причина будет неправильным питанием. И когда человек заболеет, и когда вы попадаете в руки традиционной медицины, то все может плачевно закончиться. То есть начинают, там, шпиговать таблетками, уколами, различными процедурами. Одно лечит, другое калечит и так далее. То есть когда вы занимаетесь здоровым питанием, у вас шансы заболеть становятся минимальными. Или таким образом, когда вы двигаетесь по жизни, жизнь становится более, скажем, устойчивая, что ли, да, более веселая, да, меньше стрессов, легче вам к каким-то жизненным трудностям становится относиться и так далее. То есть очень-очень много плюсов. Я сам через это все прошел и в ту, и в другую сторону несколько раз. Да, когда я идеально питался, потом откатился, по определенным причинам семейным, да, потом опять стал хорошо питаться, потом опять откатился. То есть есть чем сравнить и человек ощущает вот это все, как это все работает. Поэтому попробуйте. Вот на канале много видео уже есть. Нужны наши консультации, пожалуйста, обращайтесь, подскажем, направим. Пишите свои комментарии, удачи. Если есть интересные темы для видео, обязательно сниму по питанию. Удачи, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...